Как это важно и необходимо для каждого из нас? Как это важно и необходимо для каждого из нас? Как в старой временах находили какой-то город и они напалили на этот город и обычно не завоевывали его, потому что они всегда были на конях, всегда были такие активные, спортивные, всегда участвовали в сражениях. А люди, которые жили в городах, они были более изнежены, более занимались уже землепахством, сажали различные продукты и не были способны к войне. И вот приходило, получается так, бедуины нападали на этот город, захватили его, заходили. Первое поколение жило, это были воины, это были смелые. Приходило второе поколение, которые уже обустраивали этот город, которые учились вести оседлый ход жизни. Но все равно они еще помнили, они видели то, что делали их отцы, то, как они завоевывали, какие они были смелыми. И приходило третье поколение людей в этом городе. Эти люди уже не видели, что делали их отцы, что делали их деды. Они слышали, возможно, какие-то истории, но они были приспособлены к войне, не способны были к защите. И в этот момент, когда они уже становились такими слабыми, опять скакало поколение этих арабов, бедуинов, которые опять завоевывали этот город. И он говорит, так все продолжалось. И они говорили о том, что необходимо иметь крепкую связь между поколениями, чтобы прошло одно, второе, третье. Но по-прежнему люди, которые друг другу следуют, были сильны, были натренированы и имели знание, как что защищать. Такая выходила притча у арабов. И когда мы читаем Писание, мы очень видим об этой важности, о важности, которая необходима, должна быть такая связь. Когда эта связь теряется, происходят большие проблемы, которые несло, как примерно написано, израильское общество, когда эта связь поколений терялась. Затем в дальнейшем мы видим, что христианское, когда в Новом Завете мы читаем о связи поколений, юноши, отроки, отцы, дети, также мы читаем о этом связи. И это является очень важным, очень важным, необходимым. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели эта книга «Судей», вторая глава. И там описывается такая история, я прочитаю ее с первого стиха. «И пришел ангел Господень из Галгаала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отца вашим дать вам. И сказал я, не наруши завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителем земли всей, жертвенники их разручьте. Но вы не послушали глаз моего? Что же вы сделали? И поэтому говорю, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и Бог их будет для вас сетью. И когда ангел Господень сказал слово Сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бахим, что значит плачущие. Там принесли не жертвенник Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли свинные Израилевы в каждый свой дел, чтобы получить наследство землю. Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которые жили, которые жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, которые Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Авина, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили Его в пределы удела Его на горе Ефремовой, на севере от города Гааша, и когда весь народ отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал Его, какие Он делал Израилю. Тогда сын Авиа израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить в Аллу. Оставили Господа Бога своего. И там дальше мы замечаем и читаем о том, что этот народ, Господь воспалал гнев на народ израильский, начали нападать грабители, начали разрушение в израильском народе, и не было у них успеха ни в чем. И чем дальше, тем хуже было. И Господь ставил судей для того, чтобы как-то управлять народом, но все равно им помогало. Народ не хотел слушаться, народ же хотел своей жизнью, и было большое поражение в израильском народе. И что же происходило? Что же происходило? Народ пришел в эту историю. Мы видим, что была проблема. Была проблема, потому что то поколение, которое служило Богу, то поколение, которое видело дела Божьи, то поколение отошло. Они отошли. Умер Иисус Навин, умыли старейшины, которые находились в тот момент. И если мы посмотрим, с чем там столкнулось, вообще люди с чем столкнулись. Первое, что было поколение людей, которые вышли из Египта. Это поколение умерло, к пустыне никогда не ходили. Только Иисус Навин остался и нес эту новость весь людям окружающим, весь людям о том, что Господь силен, Господь всемогущий, Господь совершает чудеса. Пока люди, которые были с Иисусом Навином, которым доносил эту новую весть, пока то поколение, которое видело чудеса Божьи в земле, в пустыне, это поколение служило Богу. Да, у них была проблема, да, они падали, так же, как падает каждый человек, но они просили прощения у Бога, и Бог прощал их. Они каялись пред Богом. Да, были последствия, которые мы им читаем, что народы, которых они не уничтожали, те религии, которые остались там, они несли вред народам, но все равно Бог прощал их, заботился о них. И пока были люди, которые стремились к истине, пока люди стремились и предавали те знания, которым дал Господь, чудеса, которые видел Господь и делал Господь в их жизни, поколения служили Богу, народ служил Богу. Но проходит время, умирают люди, которые ходили в пустыне, умирают те люди, которые видят чудеса Божьи в земле обетованной, и приходит поколение, которое ничего не встречалось с этим. Приходит поколение, которое слово Бог или слово служение, или жертвенник осталось своего рода традицией, и после этого начинаются проблемы. Потому что мы знаем, что мы живем в духовном мире, израильский народ тоже находился в духовном мире, и Сатана также действовал в тот момент, как он действует и сейчас. И вот израильский народ, получается, начинает идти на поводу других богов. Мы читаем в Писании, что начали там жен брать из других мест, начали поклоняться отношения с другими народами иметь, и постепенно эти народы, народности, такой своего рода либерализм, начал проникать в израильский народ, и народ оставил Бога. И настолько сильно оставил Бога, что, несмотря на то, что Бог пытался, пытался работать своим народом, посылал судьи для того, чтобы помогать своему народу, наставлять свой народ, они не хотели принимать его, они не хотели иметь никаких с ним отношений. Знаете, это то, что происходило здесь, и интересно, что это происходит в жизни каждого народа, и особенно это происходит, явно видно в жизни иммигрантов. Явно видно в жизни иммигрантов, причем не имеет значения славяне, мексиканцы, немцы, или другие народности, которые приезжали сюда. Если посмотрите, немножко вникнуть в те места, мы также видим, что в жизни и в поколениях иммигрантов происходят подобные проблемы. Но мы немножко сейчас скажем о том, что происходит с славянами. Как мы славяне, для нас это близко. Не мои отцы, а вот ваши отцы, те люди, которые хранили веру Божью. Те люди, которые находились под нём советского народа, советского строя, когда пытались уничтожить религию, когда пытались уничтожить христианство, когда пытались уничтожить и просто убивали людей, которые служили Богу. Вот это поколение, оно выдержало. Это поколение, оно выдержало и передавало веру вам, так же, как вы передавали веру моим уже отцам, моим родителям. Мои родители передавали веру мне, я передавал своим детям. Но вот было такое поколение, которое пережило Советский Союз, или было во время Советского Союза, и испыталось и тяжкие. Дальше, получается, тут в основном находятся люди, которые были в старше возраста, вы тоже были в Советском Союзе, но вы приехали сюда, тоже приехали в Америку, вы сделали такой шаг, шаг веры. Вы приехали, приехали с вами ваши дети, и так же, получается, вы посвящали время для того, чтобы строиться в этой стране. На самом деле, это большой шаг в жизни каждого из тех людей, кто приехал взрослым, старшее поколение, кто приехало ради своих детей, ради лучшей жизни своих детей, ушли от привычного образа жизни, ушли от привычных традиций, от привычного языка, и приехали сюда. Я знаю, что люди испытывали большие проблемы, большие переживания, потому что все было другое, все было чужое. Затем, получается, следующее поколение, которое здесь выросло, или, возможно, начало обустраиваться, в этом поколении моего возраста, может быть, чуть младше меня, еще люди, которые еще имеют отношения, еще имеют понимание, как там было в России, или на Украине, Белоруссии, традиции передавали, имеют крепкое отношение со своими родителями, знают хорошо русский язык, тот язык, в котором они были воспитаны. Мы, поколение, еще держимся, держимся старостных традиций, понимания, потому что мы знаем, мы в этом были воспитаны. Приходит следующее поколение, поколение моих детей, ваших внуков. Это поколение уже полностью, они, уже у них нету связи, когда мы там говорим Россия, Украина, еще какую-то страну называем, у них нету ассоциации с ними, потому что они там никогда не были. Единственное, в том они вспоминают, они вспоминают, может, не вспоминают, что они могут знать, они могут знать по рассказам, по рассказам своих родителей, своих дедов, они могут знать то, что происходило там. И следующее поколение, поколение, которое будет уже родиться у моих детей, у этого поколения ничего не будет, никакой связи не будет вообще не будет представить, куда мы приехали. Они родились здесь, их дети родились здесь, у них ничего не будет связано с той страной, куда мы приехали. И вот это очень важно, в этот момент очень важно сохранять и передавать то доброе, что мы получили. Опять же, если мы будем передавать, стремиться передачи просто какой-то информации, о том месте, где мы находились, который, кажется, многим кажется уже прекрасной, это один вариант. Но очень важно передать тот опыт, тот духовный опыт, который получил каждый из вас. Очень важно передать ту любовь, тот мир, тот раз, который Бог наполнял каждого из вас. Это то, что оно вечно, то, что непреходно, то, что оно имеет силу и может пройти через года, через века, через поколения. И вот это очень важно. Вы знаете, описывают различные психологи, люди, которые изучают развитие возрастов. Они говорят, поколение, например, 20-25 лет. И они говорят, там происходит определенная цикличность постоянно, что вначале люди, которые приезжают, это сильная община. Это люди, которые сильно находятся в церкви или в каком-то обществе своем и стараются держаться вместе. Затем потихоньку начинает справляться индивидуализм. Затем получается потихоньку, когда появляется это во втором поколении, в третьем поколении еще хуже становится. То есть люди вообще ничего общего там, получается, не хотят иметь или не знают, хотят жить отдельно. Потом начинает назревать кризис, и люди опять нуждаются в том обществе, в той силе, которую дает церковь. И люди возвращаются и нуждаются в этом сильно, потому что они видят, что без церкви невозможно, невозможно существовать, без церкви, без общины, без поддержки. Жизнь очень тяжелая. И вот очень важно, особенно очень важно нам, как славянам, нам, как христианам в первую очередь, очень важно стараться хранить и передавать те истины, те знания друг другу. Иметь эти крепкие отношения. Иметь отношения с детьми, с внуками, а для кого-то уже и с правнуками. И вот если эти отношения будут крепкие строиться, на самом деле будет такое оберегание нового поколения, которое растет, одно, что необходимо молиться, молиться за тех людей, которые находятся вокруг нас, за тех внуков, за тех правнуков, за тех детей, которые находятся здесь. Потому что со всей стороны сейчас так сильно, и мы уже говорили об этом, мы уже знаем, читаем, видим это, но идут такие сильные атаки на то, чтобы разделить детей, на то, чтобы разделить отцов и их детей, на то, чтобы разрушить отношения между дедами, старшим поколением и младшим поколением. И это идет все через медиа, это идет все через интернет, и пытаются, чтобы люди не имели этого отношения. Порой происходят такие страшные вещи, что даже люди старшего поколения смотрят на младшего и думают, о, он не хочет со мной общаться, он не хочет на каких отношениях иметь, но я тоже с ним не буду. И это самое страшное. Потому что знание, опыт, понимание жизни, жизненные, как мы должны поступать, это как раз находится у тех людей, которые прожили жизнь. То есть это мудрость. И вот если каждый из нас будет стремиться передать мудрость нашим детям, нашим внукам, то на самом деле наши дети будут находиться под защитой. Если каждый раз наших молитв, мы будем постоянно молиться и призывать имя Господне на те младшие поколения, которые находятся вокруг нас, они будут находиться под защитой Божьей. Это нам необходимо делать. Потому что такой мощной атаки, которая происходит сейчас на семьи, на младших детей, просто невозможно писать. Потому что я когда разговаривал с людьми, люди говорили, «О, да, в Советском Союзе тоже пытались это делать. В Советском Союзе то, что мы пережили, тоже пытались это делать, тоже пытались навязать это, тоже издевались над христианами, тоже унижали христиан. Но сейчас настолько пытаются, настолько изменить сознание детей, когда дети просто уже находятся в состоянии недопонимания. Когда мы уже видим, люди не понимают, он мальчик или девочка. Когда люди не понимают, что он должен делать в будущем. Я разговаривал недавно с человеком из Калифорнии, он рассказывает, говорит, одни человек пришел в церковь и говорит, у меня в школе была такая проблема. Говорит, а что такое? Говорит, пришел домой, мой сын и говорит, «Слушай, а меня сегодня на урок вызвала учительница и задала вопрос, «Юбой, о гел, ты мальчик или девочка?» Говорит, «Ну, я мальчик». Она говорит, «А почему так думаешь?» «Ну, мне папа сказал, что я мальчик, значит, я мальчик, я понимаю, это красавчик». Она говорит, «Ну, ты очень маленький, и что же принимать это решение?» «Ты еще очень маленький, и что принять решение, кем ты являешься?» То есть, понимаете, и когда это все происходит, сознание детей просто настолько бомбордируется всеми этими новостями, вестями, что человек просто не может, в окружающем обществе человек не может нормально функционировать. Но поэтому, поэтому Бог делает так, что Он дает нам общину и связь в общине, которая защищает друг друга, которая защищает те поколения, с кем мы встречаемся, защищает тех людей, которые окружают нас. Знаете, я часто смотрю портреты, и вот мне очень нравится смотреть, когда я вижу портреты семейные. Вот на этих семейных портретах я вижу, сидит дедушка, бабушка, стоят родители, вроде них стоят внуки, но еще бывает так, что эти внуки держат на руках правнуков. И вот ты смотришь и говоришь, какая сильная семья, какая сильная семья, что они все имеют отношения друг к другу, все имеют эти крепкие отношения. И на самом деле понимаю, что если люди общаются между другом, передают тут мудрость Божию, которая у них есть, то эти знания, когда... Тогда это крепкие отношения, это сила. Я разговаривал с Виктором Лукьяновым, он рассказывает, я хожу с своими детьми, и мы поем, проповедуем. Я позвал его внука, и начинает задать вопрос, ну что, ты с дедушкой ходишь? Да, когда ходишь? Ну мы ходим там, поем в отеле, мы там проповедуем. И я начинаю расспрашивать, он мне рассказывает, и я смотрю, что дед ему передал желание к проповеди, желание к пению. Дед старается передать ему то, что он получил от Бога, он старается вложить своих внуков. И на самом деле я понимаю, что когда этот мальчик вырастет, там сейчас 12-13 лет, станет старше, я понимаю, что те принципы, духовные принципы, эта мудрость в нем уже заложена, потому что он имеет отношение со своим старшим дедушкой. И дедушка учит его истинам, которые будут непреложны. Я хотел бы также прочитать еще, также апостол Илан нас учит о том, что у каждого поколения есть свои плюсы, которые дают силу для развития церкви, дают силу о том, чтобы церковь была сильная. Это написано 2-е, это 1-е послание Иоанна, 2-я глава, 12-го стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие прибывает в вас, и вы победили лукавого». Он напишет о разных людях, которые находятся в церкви. Некоторые говорят о том, что да, это говорит о духовном росте. Да, оно говорит и о духовном росте. О том, что в церкви находятся люди разного духовного роста. Есть люди, которые определенные разными духовными дарами. Но также он разговаривает о различной возрасте людей. Естественно, получается так, что люди, которые идут за Богом много лет, естественно, у них больше опыта, естественно, больше знания, больше молитв. Они больше имеют отношение с Богом. Когда люди молодые, когда у них нет какого-то обременности с семейными делами, работой или еще чем-то, они гораздо больше могут служить Богу. Но самое важное, что если мы начинаем смотреть в начале, 12 стихом, апостол Иоанн обращается ко всем. И он говорит, пишу вам, дети. Он говорит, что да, вы все мои дети. Ему столько было лет уже, и он обращается ко всем, кто находился в церкви, пишу вам, дети, прощены вам грехи ради имени Его. Это важную истину, которую каждый из нас может принять для себя в жизни. Принять и жить с нею. Знаете, самые несчастные люди, это люди, которые постоянно каятся. Они несчастные люди. А я объясню, почему. Потому что когда люди думают, что они заявят после этой фразой, и вот если они заявили эту фразу, получается, Бог дадет им прощение. Но прощение за нас было совершено 2000 лет тому назад. Да, написано, да, мы должны молиться, мы должны обращаться к Богу, приносить наши грехи. Но я помню, было ужасное состояние в моей жизни. Мне было лет 16, я читал книгу, и вот как так получалось, нас научили, и в книге так было написано, что вот если ты успел сказать последнюю фразу, «Господи, прости меня», вот тогда он простил. А если ты не успел эту фразу сказать, то Бог не простил тебя. И такие разного рода истории были написаны. Интересно, читая, слушая одного из учителей православия, я когда-то слышал такую фразу, он говорит, «Хорошо, когда человек умирает в мучениях, тогда он может раскаяться за все свои грехи». Я думаю, это ужасно. Это получается, человек, когда мы приходим к Богу, когда мы приносим ему наши грехи, когда мы отдаем свою жизнь, неужели мы не получаем прощение за все наши грехи? Неужели мы должны просто в последний момент жизни успеть заявить эту фразу? «Господи, прости меня». В чем заключается сила прощения? Она заключается в том, что я сказал фразу, или она заключается в жертве крови Господней, в жертве Христа? В ком прощение наше? В волшебных наших словах, «Господи, прости», или в имени Божьем во Христе, который умер, а мыл нас своей кровью и простил наши грехи? Причем прощение грехов происходило вне времени. Смотрите, мы обращаемся, и наши грехи прививаются как к Христу. Смерть Христа произошла 2000 лет тому назад. И вот когда мы просили Бога прощения, когда мы раскаялись перед Ним, когда мы сказали, «Господи, прости меня, прости мои грехи, Господи, прости все мои грехи», наши грехи 2000 лет тому назад были прощены Иисусом Христом. И Его прощение спустя те века, которые были на этой земле, они обратились на нас. Мы имеем прощение не благодаря своим делам, не благодаря своим словам, не благодаря своим поступкам. Мы имеем прощение благодаря тому, что Иисус Христос пришел на эту землю, взял наши грехи, умил и простил нас. Вот это очень самая важная истина, которую мы должны принять и передать тем, кто идет после нас. Я уже рассказывал о том, что работая с подростками, когда было фрезное, мы задавали вопросы, и один малый человек подскочил, сказал, я спрашиваю, «Кто для тебя Христос?» Он подскочил, сказал, «Да, Христос для меня никто, я думаю, никогда не просит мой грех». Выбежал, убежал. То есть, получается, и это был человек, который был такой очень активный, суетной, и мы все думали, «О, все хорошо у него». У него постоянно что-то было внутри. Вот это очень важно передать, передать нашим детям, передать нашим внукам то прощение, которое сделал Господь. Наши грехи, которые в нашей жизни были, которые в нашей жизни есть, которые, возможно, в нашей жизни будут, прощены ради имени Христа, прощены ради Его крови пролитой. И Христос любит нас, Он дал нам это прощение. И об этом говорит апостол Илла. Это очень важно передать нашим детям. Потому что, когда мы передадим эти истины, что все в жизни, благодаря Христу, вечную жизнь, спасение на небесах, то, что мы будем находиться рядом с Богом, мы будем иметь благодаря Христу. Это очень важно научить и передать. Дальше, когда мы читаем, как раз и написано о том, что у каждого поколения или у каждого, да, каждого поколения есть свои сильные стороны. В 13-м стихом написано, «Пиши вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Пиши вам, отцы. Пиши вам, те люди, которые являются начальниками поколения. В госте люди, которые обычно сидят, дедушка, бабушка, которые сидят вот посередине, обычно, на этой семейной фотографии, в которой окружают их дети, окружают их внуки, окружают их правнуки. И вот эти отцы, которые передали эту истину, которые познали сущего от начала, которые находились в отношении с Богом, которые узнавали Бога, которые имели эти отношения, которые не просто были религиозные какие-то отношения, традиционные, но жизнь которых изменилась благодаря тому, что пришел в них Господь. И вот эти отцы, они передавали эту веру, передавали тот мир, ту радость, покоя, любовь, которую они приняли сами, передавали своей жене, передавали своим детям, передавали своим внукам, своим внукам. И он обращается к ним. Дальше мы видим, что он обращается к следующему поколению, которое следует после этого. Оно написано, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Знаете, часто в нашем языке мы думаем, что юноши это 18, 19, 20 лет. Но когда мы начинаем вникать и смотреть, я помню, даже Михаил Верлан проповедовал, что это люди, которым было около 40 лет. Так оно объясняется. И получается, смотрите, отцы, после этого шли их юноши или молодые люди, которые находились. Я пока что еще отношу себя к юношам, молодым людям. И вот получается, он говорит, что вы победили лукавого, и дальше он говорит, что потому что вы сильны, и Слово Божие прибавит вас, и вы победили лукавого. Еще раз повторяет об этом. Потому что есть еще сила, есть еще энергия. И вот смотрите, очень часто, когда есть сила, когда есть энергия, когда есть возможность что-то делать, не всегда хватает мудрости, чтобы что-то поизучать, что-то поузнавать. Порой не хватает опыта в чем-то. И вот когда происходит правильное отношение, когда происходит правильное отношение, когда отцы, эти родоначальники рода, которые находятся со своими детьми, со своими внуками, со своими правнуками, вот эти отцы, они начинают передавать мудрость, передавать своим детям, передавать своим детям или вот этим юношам, которые там находятся, то это помогает в их жизни. Есть энергия, есть мудрость, которая приходит от Бога. И это работает в церкви, это работает в обществе, где мы находимся. Знаете, я раньше, когда мне было лет 16-20, я думал, о, я все знаю. Даже про своего отца я думал, ну как это, мы приехали в Америку, я знаю язык, я могу хорошо пользоваться компьютером, мне легко, говорится, взять работу. И это на самом деле проблема, это проблема большая иммигрантов, потому что, когда приезжают сюда, отцы посвящаются для того, чтобы привезти своих детей. И на самом деле дети быстрее схватывают все это. И детям порукаются, о, моя мама, папа ничего не понимают. Ну вот прошло время, вот мне уже почти 40 лет, и я на самом деле, когда что-то принимать важное решение, я прихожу и советую со своим отцом. Я советую, потому что я знаю, что его жизненный опыт, то, что в нем есть, несмотря на то, что он жил в другой стране, но отношения между людьми похожи, все равно похожи, но и все люди. И вот я начинаю разговаривать, с ним спрашивают совета, и я слушаюсь. Порой происходит так, что, может быть, порой я учусь, но учусь на ошибки, я думаю, о, я знаю лучше, что-то могу достичь. То же самое происходит, вот у нас пасторский совет, и в пасторском совете есть люди, которым старше, которым там уже под 70 лет, есть люди моего возраста, есть люди младшего возраста, мы приходим, и когда мы общаемся, вот на самом деле, вот эта связь мудрости, опыта, энергии, может быть, для некоторых, может, там, не до конца знания, но когда все вместе занимаются, вместе поддерживают друга, уразумляют друга, тогда есть определенная сила. И дальше, возвращаясь к 13 стиху, вот обращение было к юношам, и потом дальше он говорит, пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Пишу вам отроки. Как раз вот именно о той молодежи, он говорит, я обращаюсь к молодежи, потому что вы познали Отца. Когда вы знаете Бога, тогда можно говорить, можно разговаривать с вами, пока вы не познали Бога, пока вы не познали, откуда пришло все, пока вы не знаете, кем была сотворена земля и куда мы просто идем после смерти, на самом деле тяжело разговаривать с детьми. О чем ты будешь разговаривать? Чем ты будешь оперировать? Получается, что происходит сейчас? Еще одна вещь, которая происходит в поколении, вывивается из-под ног фундамент у детей. То есть, получается, все серое стало. Нет ни белого, нет ни черного. Все становится серое. И вот если нет истины, мы принимаем Слово Божие как истину, Писание. И вот когда у нас есть истина, мы знаем, на что нужно ориентироваться. Когда у нас есть связь с поколением, то, получается, старшие поколения могут помочь младшему. И вот, получается, что происходит? Сейчас у младшего поколения вывивают из-под ног фундамент. Получается, Библию ставят под вопрос, пожилых стариков вы смеете, а то, что происходит в мире. И у наших детей, у наших внуков, у кого-то, говорю, для кого-то правнуков, есть такая надежда, есть одна надежда, когда вот эта связь поколений, старшего, среднего, младшего, когда эта связь поколения будет сохраняться. Когда мы будем общаться с нашими детьми, учить наших детей, передавать им разум. И еще одну вещь помните о том, что когда, если дети есть, если у вас есть внуки, то не они будут идти часто за советом к вам. Вначале у вас есть мудрость, у вас есть знание, у вас есть то познание Божье, познание истинных Божьих. И вот вам нужно идти к этим детям, надо передавать эту истину, надо передавать эту мудрость. Каждый из нас должен прилагать к этому силу. И знаете что? Несмотря на то, что происходит цикличность такая вообще в культуре, в мире, в семьях в мире, мы в общине, мы в нашей семье можем это изменить. Если мы все будем следовать Писанию, если мы будем все исполнять то, что написано в Писании, сила Божья, которая в нас, Бог делает чудеса, и наша семья, наша община будет сильная. Наши дети будут защищены. Я вот к этому вас призываю, и призываю сейчас, мы будем молиться. Я просто хотел бы, чтобы мы молились за наших детей, молились за наших внуков, и молились друг за друга, чтобы мы могли научить и передать истины Божьей, которые помогут им в жизни. Аминь. Помолимся. Господь, слава то, что Ты наш Бог, и слава то, что многие знают, мы знаем Тебя, Господи, слава Тебя за это. Слава то, что Ты просил наши грехи. Слава то, что Ты даешь мудрость, и Дух Святой Господь наставляет, разумляет. Господь, я прошу благословить Церковь Свою, после нашей поместной Церкви, в источник жизни, Господь, чтобы у нас была крепкая связь между поколениями, Господь. Благословить, чтобы отцы помогали детям, учили детей, наставляли детей, Господь. Чтобы та энергия, которую Ты даешь среднему возрасту и молодежи, Господь, чтобы та энергия была направлена на прослонение Тебя, Господь, на создание крепкой семьи, крепкой общины, Господи. Чтобы истины Твоей, Господь, которые Ты оставил в Писании, истины Твоей, которые Ты, Господи, вразумляешь, Господи, Духом Твоим Святым, чтобы мы могли передать друг другу, Господь. Чтобы тело Твое было крепкое, чтобы в теле Твоем была связь этих поколений, Господи. Я прошу Тебя, благослови. Я прошу Тебя, прославься через нашу жизнь, прославься через наши дела. Помоги нам, Господи, открывать истину Твоей окружающим. Духом Святым, открывайся, Господи, окружающим людям. Я славю Тебя за все и благодарю Тебя. Аминь.